Часть вторая. День незаметно подошел к концу, и, испытывая страх, мы заперли окна, двери, чердак и улеглись в одну кровать. Прижавшись друг к другу, мы прислушивались к каждому шороху и мелко дрожали, накручивая себе полночи различные сценарии. Остальную половину мы водили друг друга в туалет, вооружившись кухонными ножами. В общем, Шапито нервно курила в сторонке. Под утро сон все же сморил нас, и я не заметила, как уснула. Открыв глаза с первыми лучами солнца, я сладко потянулась и улыбнулась новому дню. Лилька громко сопела, укрывшись простыней с головой, и, не став ее будить, я вышла на балкон, чтобы вдохнуть свежий морской воздух. Еще раз потянувшись и громко зевнув, я посмотрела на противоположный коттедж и замерла. Мой рот так и остался открытым, по крайней мере, несколько секунд, потому что на таком же балкончике стоял обнаженный здоровяк из джипа. В одной руке у него дымилась сигарета, а в другой был бинокль, который он секунду назад отвел от глаз. Я бросилась обратно в комнату, по пути сбив горшок с цветами и запутавшись в занавеске, которая с треском оборвалась. До моих ушей донесся мужской хохот, и я поняла, что этот бандит смеется надо мной. Освободившись, наконец, от проклятой занавески, я ворвалась в комнату и увидела, что подруга сидит на кровати и ошалело наблюдает за моими телодвижениями. — Там, там! — у меня не хватало дыхания от переполнявших мое тело эмоций. — Что там? Ты будто привидение увидела! — заливаясь смехом, Лилька спрыгнула с кровати и вышла на балкон. Вылетела она оттуда задом, а лицо выражало всю гамму обуревавших ее чувств. — Не может быть! Ну как тебе соседство? Позовем полицию? — съязвила я, готовая прибить ее за происшествие на вокзале. Вот что теперь с этим делать? — Может, это они по дому шарили? — заявила Лилька и отошла подальше от балкона. — Зачем? Я не особо понимала, зачем им это нужно. Если искали нас, то могли просто дождаться. — Не знаю! — раздраженно сказала подруга и вздохнула. — Они извращенцы! Нормальные люди! Голыми по балкону не выхаживают! — По-моему, в их нормальности можно было усомниться еще там, на вокзале! — проворчала я, вешая штору на место и стараясь не смотреть в сторону соседнего коттеджа. — Неужели они притащились сюда за нами? — подруга глубже запахнула халат. — Но как они узнали? — Не думаю. Скорее всего, это досадное совпадение, из-за которого может быть испорчен весь отдых. — Зло сказала я и плотно сдвинула шторы. — Какая-то черная полоса, ей-богу! Позавтракав, мы решили не принимать близко к сердцу все происшествия и пошли на пляж. Конечно, это было верхом безрассудства и безалаберности, но такие уж мы были по натуре легкомысленные дуры, иначе и не скажешь. Выйдя из дома, мы гордо потопали по дорожке, ведущей к морю, старательно отворачиваясь от соседского дома. Погода начинала портиться, но мы надеялись, что немного позагорать нам все же удастся. Вопреки ветру, который поднимал немаленькую волну, людей на пляже было много, и мы прошли чуть дальше, к нависшим скалам, где и расположились. Подрифовав на волнах, мы выползли на бережок и, намазавшись кремом, улеглись. Подруга взялась читать книгу, а я задремала. Очнулась я от того, что мне на спину падали холодные капли. Неужели начался дождь? Только этого не хватало. Я открыла глаза и сразу заметила чью-то тень, нависшую надо мной. Это еще что такое? Приподняв голову, я обомлела. Где-то высоко в лучах полуденного солнца этот мужчина казался богом, но с одним нюансом. Он был кавказской национальности и до дрожи в коленках знаком. Загораем? От звука его голоса мое тело покрылось гусиной кожей, а подруга принялась суетливо прикрываться Парео. — Можешь не дергаться, ничего интересного я там не увидел, — насмешливо произнес мужчина, глядя на суетливые манипуляции лильки. — А нечего разглядывать, — огрызнулась я, прикрывая опухшую щеку, на которой еще и камушек отпечатался. — Чего надо? — А ты мне не груби, — угрожающе произнес мужчина, и его глаза сверкнули странным желтым светом. — Поняла. Он отвернулся и, махнув рукой куда-то в сторону, крикнул. — Махмуд, иди сюда! В нашу сторону направился второй бандит из джипа, и на его загорелом мускулистом теле красиво переливались капли воды. Он плюхнулся на наш коврик, коснувшись меня холодным плечом, и его лицо озарила улыбка, больше похожая на оскал. Зубы были ровные и белоснежные, со слегка удлиненными клыками. — Где браслет? — тихо спросил он и перестал улыбаться. А мне стало страшно. — Какой браслет? — сердце гулко застучало в груди, но отдавать дорогую вещицу очень не хотелось. — О чем это вы? — Значит, вы никогда не видели никакого браслета? Что ж тогда искали у вас дома? Он злился, и это было отчетливо видно по его глазам. Мы с Лилькой переглянулись. Они знают, что кто-то шарил у нас дома. — Откуда вы знаете? — Может, это вы и были? — подозрительно прошипела Лилька, щуря глаза. — Признаваться не хотим? — перебил ее Махмуд и хмыкнул. — Что ж, остается пожелать вам удачи. Они ушли, а мы в полном недоумении таращились в их удаляющиеся спины. — Они что, нам угрожали? — Лилька удивленно приподняла брови. — Вот, блин, влипли. — Ну и что они нам сделают? Убьют, что ли? Все происходящее казалось мне глупой шуткой, и не более. — Как-то они не сильно и наезжали на нас. — А почему бы и нет? Ты их лица видела? — Лилька нахмурила брови и скукожила лицо, изображая бандитов. — Не сильно наезжали. Людей вокруг полно, вот и не выдавали свою сущность. Что ж, они дураки при свидетелях. Я испуганно посмотрела в ту сторону, куда ушли наши соседи, и увидела их, сидящих на песочке и разглядывающих девушек. — Пошли домой, а! Они мне все настроение испортили! — буркнула Лилька. — Смотреть на них не могу. Мы быстренько собрались и пошли к выходу с пляжа, с завистью глядя на парочки, отдыхающие возле самой кромки воды. Счастливые. Преодолев 200 ступенек и чувствуя, как сердце выскакивает из груди, мы уселись на скамейку, предусмотрительно установленную на площадке между пролетами. — Не могу больше. Давай, что ли, на другой пляж ездить? — простонала я. — Это же невозможно так каждый день скакать. — И что же мы такие слабенькие? — раздался ироничный мужской голос, заставивший нас буквально подпрыгнуть на скамейке. — Помочь? — Не нужно. Я огляделась, но, как назло, вокруг никого не было. Накрапывающий дождик отпугнул желающих поплавать. Зато этих громил надвигающаяся гроза совсем не пугала. Они уселись рядом с нами, и мне стало жутко. Появилось ощущение, что они что-то замышляют. Но мужчины вели себя спокойно, даже, можно сказать, дружелюбно. Они вытянули длинные загорелые ноги в белых макосинах и по очереди попивали минералку из бутылки. Оба были в светлых шортах, без маек, выставляя на показ хорошо прокаченные торсы. — Почему так тяжело дышим? Наверное, кушать меньше надо, — засмеялся мужчина, сидевший возле лильки. — Умеренность в еде — очень привлекательная черта в женщине. Подругу бросила в краску. Она вскочила и резво потопала вверх по ступенькам. — Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней. — одарив мужчину уничтожающим взглядом. — Нет ничего хуже, чем напоминание о несовершенстве твоей фигуры, — подруга метала грома и молнии. — И тем более от мужика. Да еще и от какого? — Да, как мужики они ничего. Очень даже. Я посмотрела назад и заметила, как между деревьями мелькают светлые шорты. — Догоняют. — Давай остановимся, — предложила лилька. — Пусть чешут. Мы остановились, ожидая, что они снова заденут нас, но мужчины пронеслись мимо, перепрыгивая через ступеньку и громко разговаривая на незнакомом языке. Когда мы, наконец, выбрались наверх, дождь лупил вовсю. Бежать у нас уже не было сил, и мы плелись, как мокрые курицы в цветастых парео. Остатки косметики весело стекали по лицу, а с недавно окрашенных волос тянулись разноцветные струйки. — Вот это отдых! Вот это класс! Я ужасно злилась, а когда на подходе к дому увидела наших друзей, сидящих на своем балконе, совсем упала духом. — Чудесное зрелище! Что может быть прекрасней мокрой женщины? — крикнул один из мужчин, а второй рассмеялся. — Идиоты! — пробурчала подруга, открывая двери, и на ее лице появилось зверское выражение. — Красавцы, блин! Чтоб вы провалились! Я полностью поддерживала эти справедливые пожелания и еле сдержалась, чтобы не показать им кулак. Мы приняли душ, надели пушистые халаты и сели пить чай, хрустя за лежалыми сушками. — Может, отдадим им браслет? — после долгих раздумий спросила Лилька. — Видишь, как волнуются! — Обойдутся! Я достала браслет из сумки и залюбовалась крупным медовым янтарем. Посмотри, какая прелесть! Лилька потянула украшение, что-то клацнуло, и одна из ячеек открылась. В образовавшемся углублении мы заметили кусочек белой кожи, свернутой свитком, и осторожно развернули его, после чего удивленно уставились друг на друга. — Это карта! — прошептала я. — Так вот, зачем им понадобился браслет? Хорошо, что они не знают, где он. — Не знают, но догадываются! — Лилька защелкнула браслет и швырнула его на стол. — Нужно его спрятать! — Не нужно! — раздался тихий голос со стороны двери. И мы, испуганно обернувшись, дружно ахнули. В дверях стояла девушка, которую наши соседи пытались запихнуть в машину. В вытянутой руке она держала пистолет, и направлен он был в нашу сторону. — Медленно положите браслет на пол и подтолкните ко мне! — волнуясь, приказала она и махнула пистолетом. — Быстро! — подруга осторожно положила украшение на пол и подтолкнула его к незваной гостье. Она подняла его и, пятясь, исчезла за дверью. — Что это было? — ошалела протянула Лилька от страха, похожая на гипсовое изваяние. — Она искала карту, — сказала я, и, разжав мокрую ладонь, посмотрела на клочок кожи. — Вовремя мы ее нашли! Что ж в ней такого, если вокруг творятся такие страсти? Договорить мне не дал странный шум, и, бросившись к окну, мы увидели, что внизу развернулась целая баталия. Наши злобные соседи скрутили брыкающуюся девушку и потащили к своему коттеджу. — Сумасшедший дом какой-то! — Лилька развела руками в полном недоумении. — Что-то происходит вокруг нас, и это что-то не очень хорошее. — Всем нужен этот клочок кожи, значит, то, что там нарисовано, очень важно. — Нужно все рассмотреть, — прошептала я, а она потерла ладошки. — Только двери на замок закрой, а то еще кто-нибудь заявится. Мы уселись за стол и принялись рассматривать свою находку, селись понять смысл символов, начертанных на ней. Какие-то волнистые линии, змея, два медведя, смотрящие друг на друга. В общем, дурдом да и только. — Волнистые линии — это вода, — предположила я. — Вот это, видимо, скалы. Но змея и медведи, Лилька приосанилась и заявила. — Будем искать. — Что? Мы даже примерно не представляем, что зашифровано в этих картинках. Если все так охотятся за этой картой, значит, спрятано действительно что-то экстраординарное. Может быть, даже клад, — возбужденно зашептала подруга. А я похолодела. — Ты хочешь, чтобы нас грохнули? — Не грохнут. Если ищут карту, то не знают, что в ней. А значит, мы первые найдем это место и разгадаем загадку, — возразила она. И неожиданно я тоже загорелась идеей с кладом. Жажда наживы овладела моей грешной душонкой и отключила разум. — Нам нужно узнать, где есть еще скалистые пляжи, — решила Лилька. — Все нужно делать осторожно, чтобы наши соседи ничего не пронюхали. — Интересно, они что ее там пытают? — почему-то шепотом произнесла я. А подруга подошла к окну и, отодвинув шторку, посмотрела на улицу. Они вышли из дома и направляются к машине. Девушка с ними. — Убивать повезли, — протянула я. И встречаться с соседями мне захотелось еще меньше. Часть третья. — Поехали в город. Погуляем, заодно и о пляжах разузнаем, — вдруг предложила подруга. И я с удовольствием согласилась, потому что сидеть дома не хотелось, да и душа требовала развлечений. Мы привели себя в порядок, нарядились и вышли из дома. Пройдя по песчаной дороге, мы свернули на асфальт и направились к остановке. Возле нее никого не было, лишь в летнем кафе на той стороне дороги сидела семейная пара с ребенком. Опять дождь надвигается. Лилька посмотрела на небо и, словно в подтверждение ее слов, загрохотал гром. — Я вижу, что еще кто-то надвигается, — добавила я, наблюдая, как проезжающий мимо джип разворачивается и едет к нам. — Вот черт! — выругалась подруга и отошла от края дороги. Стекло в автомобиле опустилось, и мы увидели два улыбающихся лица. — В город собрались? Я вспомнила, что этого типа зовут Махмуд, и недовольно проворчала. — Ага, в город. — Может, подвезти? — второй тип насмешливо поигрывал бровями, чем висел меня неимоверно. — Спасибо, не надо! — буркнула под нос подруга. — Одну уже подвезли! — Что? — его лицо сделалось угрожающе серьезным. — Ничего! — Лилька сделала еще один шаг назад. — У вас сегодня гости были, не правда ли? — спросил Махмуд, прищурив свои желтые глаза. — Какие гости? О чем это вы? — я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. — Обманывать нехорошо и опасно для жизни, — мрачно произнес его товарищ. — Браслет был у вас. — Но теперь-то он у вас? — не выдержала подруга. — Удачи и счастья в личной жизни. — Вы что, совсем оборзели? — взявил Махмуд. — Я вам языки отрежу. Он открыл дверцу и, видимо, хотел исполнить свою угрозу, но тут подъехал автобус, и мы резвенько заскочили в него, благодаря Боженьку за спасение. — Чего к нам прицепились? — Лилька недовольно сморщила нос. — Бандюги! Взяли свой браслет и гуляйте! Так нет же! — Так им карта нужна, а не браслет! — я покосилась на нее. — Забыла? — Обойдутся! — отрезала подруга и отвернулась к окну. — По городу нам погулять не удалось из-за сильного ливня, который начался с удивительным напором. Мы зашли в кафе под названием «Субмарина» и уселись за самый дальний столик. — Не заладился отдых! — вздохнула Лилька. — То дождь, то эти! Она не договорила, но я поняла, кого она имеет в виду. — Ничего, все наладится! — успокоила я ее и позвала официантку. Мы заказали кофе, коньяк, пирожные и заодно поинтересовались о скалистых пляжах. — Есть парочка! — охотно ответила официантка и назвала нам сразу несколько. После выпитого спиртного настроение немного улучшилось, и все уже не казалось таким ужасным. Прикончив коньяк, мы вышли из кафе и, не спеша, пройдя по тротуару, завернули за здание драмтеатра. Но даже опомниться не успели, как оказались взяты под белые рученьки здоровенными ребятами. — Э-э-э! В чем дело? Я взбрыкнула в крепких руках молодцев, но меня так встряхнули, что взбрыкивать охота пропала. Нас впихнули в темный гелик, и машина сорвалась с места. Амбалы устроились по бокам, сдавив своими огромными плечами наши дрожащие тельца, и я напрягла зрение, чтобы разглядеть сидящих впереди. За рулем находился такой же жлобина, а рядом сухонький старичок, которого из-за сидения было практически не видно. — Остановите машину! Немедленно! — завопила Лилька дурным голосом. — А не то я выпрыгну! — Будете орать, Коля вас и так вышвырнет! — неожиданно прискрепил Дедуган. А Коля посмотрел на нас в зеркало заднего вида. Нам тут же стало не по себе от его звериного взгляда, и Лилька заткнулась. — Что вам нужно? — спросила я дрожащим от страха голосом. — Вы нас с кем-то перепутали. Мы обычные отдыхающие. Но вы же умные девочки. Зачем вам эти нелепые ужимки? Старик повернул к нам свое мышиное личико. — Карта! Маленький клочок! — Но у нас нет никакой карты! — Лилька говорила так искренне, что даже я чуть не поверила. — Что ж, на другой ответ я и не рассчитывал. Старикам тяжело вздохнул и изрек. — Посидите в одном чудесном месте, а потом расскажете, куда дели карту. Вас, наверное, удивляет, откуда у меня эта информация. На вокзале в Симферополе вы нехотя помогли мне. Девушки, которых пытались увезти эти шайтаны, работали на меня. Они разыскали браслет и везли его мне. Но эти твари, у которых я забрал силу... Он вдруг замолчал, пристально глядя на наши удивленные лица. — Ох, люди, люди! — Да, девочки, нечисть существует. Эти два здоровых мужика и есть шайтаны. Но без сил! — дед пискляво захихикал. — Так вот, вы своими криками дали возможность сбежать одной из моих красавиц, и она выследила вас. Все просто. Браслет она у вас забрала, но тайник оказался пуст. Девушка успела позвонить мне, а потом исчезла. Не знаю, чьих это рук дело, но вы тоже непростые штучки. Дед повернулся и погрозил нам пальцем, на котором блеснул изумруд. — Только этого нам не надо приписывать. Я ужасно хотела все свернуть на грубых соседей и сказать, что карту забрали они, но не была уверена, что после этого нас оставят в живых. — Ты слышала этот бред о шайтанах? — шепнула мне Лилька. — У деда крыша тю-тю. — Сто процентов. Через полчаса езды, в полной тишине, автомобиль остановился, и нас выволокли на свет божий. — До скорого свидания, девочки! — гаденько усмехнулся старик и отбыл. Мы огляделись. Вокруг был лес, а в метрах пяти возвышался деревянный теремок, к которому нас и повели. На дверях висел огромный замок, и его с трудом открыл один из амбалов. — Проходите, красавицы! Нас затолкнали внутрь, и мы испуганно таращились в затхлую темноту странного дома, умирая от желания заорать. Не до конца придя в себя, я вдруг почувствовала тычок в спину и, не удержавшись на ногах, полетела куда-то вниз. Приземление было не из приятных, но, не обращая внимания на боль в отбитых местах, я отползла в сторону и сделала это очень вовремя, так как рядом грохнулась подруга. Субтитры создавал DimaTorzok